Всем привет! Меня зовут Красавин Иван и это топ 5 правильных привычек, которые кардинально изменят вашу жизнь. Утренняя зарядка. Утренняя гимнастика это одна из лучших привычек, которые обязательно нужно включить в свое начало дня. Это сделает вас более гибкими, бодрыми, а самое главное заряженными на весь день. Просто попробуйте как-нибудь неподвижно полежать в течение часа с открытыми глазами. И вам определенно захочется подвигаться, размяться, потому что мышцы начнут затекать. А вот теперь представьте, что это длится 6-8 часов во время ночного сна. Именно поэтому после пробуждения необходимо выполнить гимнастический комплекс на все группы мышц. Кстати, на моем канале есть много видео с утренними гимнастиками, так что каждый может выбрать то, что ему больше подходит, но и нравится. И не забывайте про водные процедуры. Контрастный душ, обливание холодной водой, ну или просто умыться и обтереть тело. Так вы точно получите заряд бодрости и проснетесь. А также это укрепит вашу иммунную систему, ведь закаливание это один из лучших способов для усиления иммунитета. Ложиться и вставать в одно и то же время. Нет ничего лучше, чем режим. Во-первых, тело быстро привыкает и если вставать в одно и то же время, то буквально за неделю вы будете просыпаться легко и даже без будильника. Во-вторых, вставать будет намного легче, даже если вы легли позже, чем обычно. Мне всегда было странно, почему мы детей приучаем к режиму, зная, что это очень полезно, но сами его не соблюдаем. Ах да, все-таки мы его иногда соблюдаем. Когда? Когда заболеваем. А вот почему? Да потому что мы знаем, что в таком режиме организм сам стремится к восстановлению. Вот не лучше ли по возможности соблюдать этот режим и тем самым жить в правильных биоритмах? Старайтесь все-таки и ложиться в одно и то же время и лучше до 12 часов ночи. Ученые, кстати, выявили, что лучшее время для сна это с 10 вечера до 7 утра. Но честно, у меня не всегда получается ложиться в 10, но я точно ложусь до 12 и встаю в одно и то же время в 6.30. Ну, в выходные в 8 утра. Много ходить. Минимум 5, а лучше 10 километров за день. Ходьба это вообще лучшая аэробная нагрузка для всего организма. Ходите пешком везде, где есть возможность. Это улучшает кровообращение, поднимает аэробные способности организма, а также сжигает лишний жир. Очень хорошая привычка ходить после ужина, так как еда. Во-первых, лучше переваривается, а во-вторых, усваивается. Да и потом спиться всегда лучше. Не забывайте, что быстрая ходьба это безударная нагрузка, которая сохранит ваши колени и позвоночник. Да, я иногда бегаю, но делаю это в низкой интенсивности, на пульсе там 130-140 максимально. И делаю это где-то 5-7 километров. Просто потому, что мне нравится бегать. MyProtein это не только качественное спортивное питание, но и качественная стильная одежда для спорта и не только. Возможность подделки минимальна, потому что все спортивное питание идет из Англии напрямую в любую точку мира. Во-вторых, это минималистический дизайн, а это значит, что я не переплачиваю за упаковку. Ну и в-третьих, сочетание цена и качество, ну на мой взгляд, на рынке сейчас самое лучшее. Я им написал, попросил о сотрудничестве и теперь у меня и у вас есть возможность покупать спортивное питание с очень хорошей скидкой в 44% по моему промокоду красавин. Так что пользуйтесь. Для вашего удобства я все ссылки оставил в описании под этим видео и на ту продукцию, на то спортивное питание, которое я чаще всего заказываю. Причем очень часто на их сайте появляются новые скидки, дополнительные скидки. Так что просто пройдите по ссылке, посмотрите, может вам что-то понравится. Следите за осанкой. Ровная спина это не только красиво визуально, но и главное это здоровье позвоночника. Посмотрите вот сейчас на два кадра, какой из них производит впечатление здорового, успешного и уверенного в себе человека. Визуально, потому что нашему глазу это заложено природой. И правый кадр нам кажется правильным. Если у вас плохое или подавленное настроение, просто обратите внимание на свою спину, выпрямитесь и походите несколько минут, убрав плечи назад прямым позвоночником. Вы заметите, как становитесь увереннее в себе и улучшается настроение, проверено на многих, в том числе и на себе. Вообще обращайте внимание на свою спину периодически в течение дня. Ходить ровно это такая же привычка, как и постоянно скруглять ее. Формируйте правильные привычки. В описании под видео я оставлю ссылку на видео с очень простым комплексом упражнений на улучшение осанки. Есть здоровую пищу. И это, пожалуй, одна из самых важнейших привычек, которая влияет на всю жизнь. И да, правильное питание это тоже всего лишь привычка, которую можно и нужно формировать каждому. Есть глупое звучащее, но имеющее глубокий смысл фраза. Вы так едите, потому что вы так едите. Просто осознанно выбирайте полезные продукты и сводите до минимума вредные. Правила питания очень просты. Питайтесь разнообразно, так вы будете получать все необходимые организму микроэлементы. Не перекусывайте. Чаще всего это только усиливает голод и добавляет лишних калорий. Минимум одна порция салата в день. Клетчатка это вообще главный вид питания для нашего кишечника, так что обязательно включать клетчатку. Сократите до минимума мучные продукты и продукты, содержащие рафинированный сахар. Пейте больше воды, ведь чувство голода и жажды очень схоже. Не переедайте и вставайте из-за стола чуть раньше, чем вы насытились. Да, и просто ешьте тогда, когда вы голодны, а не когда у вас плохое настроение или вы хотите заесть стресс. Задавайте себе вопрос. Так, я точно голодный или я просто эмоционально подавленный и хочу съесть что-нибудь такое вкусненькое, чтобы заесть проблемы? Если второе, разбирайтесь с причиной, а не маскируйте это под желанием что-нибудь съесть. Вы можете использовать правила тарелки, которые есть на моем канале или рассчитать БЖУ и мои видео также могут помочь вам в этом. Все привычки, хоть и требуют времени и на первом этапе упорства, однако приносят несравнимые плоды. Все эти привычки я также формировал у себя и продолжаю их поддерживать. И это кардинально изменило мою жизнь в лучшую сторону, чего и вам искренне желаю. Надеюсь, это видео вам будет полезным. А с вами был Красавин Иван. До новых видео. Пока.